Поговорим о здоровье. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Гипертонической болезнью страдает каждый пятый житель нашей планеты, а в России каждый третий. Коварство болезни в том, что она может протекать незаметно. Человек обеспокоят эпизодические головные боли, раздражительность, головокружение. Отдохнув, он на время перестает ощущать эти симптомы и, принимая их за проявление обычной усталости, годами не обращается к врачу. С течением времени болезнь развивается и укорачивает вашу жизнь. Самые частые осложнения гипертонии – поражение сердца, головного мозга и почек. Об этом поговорим сегодня. Приветствую в нашей студии главного кардиолога Самарской области, доктора медицинских наук Дмитрия Дуплякова. По вашим наблюдениям, много в Самаре страдающих гипертонией? Очень много. Действительно. Порядка 30%. Население? Население. Имеет высокое давление. Что значит, если нам понять схематично и образно, что это за давление, откуда оно берется, на что оно давит? Как это представить? Если образно, то сердце, которое перекачивает кровь в нашем организме, выбрасывает эту кровь в сосуды, в аорту, и потом дальше движется кровь по артериям, потом попадает в вены. Вот. Она выбрасывает под определенным давлением. Соответственно, то давление, которое есть в сосудах, мы измеряем при помощи аппарата, который все прекрасно знают. И большинство имеет дома. Выбрасывает под давлением? И что? А почему вот это давление и время? До определенного времени человек живет, ни о чем не беспокоится, у него все хорошо, но сосуды, они меняются с возрастом у кого-то раньше, у кого-то позже. Это зависит, как вы уже говорили, от того, есть ли у человека факторы риска. Если человек курящий, если у человека очень высокий уровень холестерина, есть еще десятки факторов риска, которые приводят к более раннему старению сосудов. Если у человека сосуда не соответствует его возрасту, то, соответственно, это приводит к тому, что они менее эластичные, менее растяжимые. И, соответственно, для того, чтобы сердце через них протолкнуть кровь, необходимо гораздо большее давление. Поэтому давление повышается. Но вы же, наверное, тоже знаете, что в интернете напишут «Только читай», да. А вот вред этой информированности вы когда-то ощущали? Может быть, вот почитает пациент и начинает делать совсем не то, что следовало бы? Ну, есть, во-первых, сайты специализированные, которые предназначены для пациентов. И вот на этих сайтах содержится именно абсолютно подобная информация, та, которую людям нужно знать. Есть сайт Российского медицинского общества артериальной гипертонии, есть в нашей стране антигипертонизивная лига. То есть это сообщество людей, которые занимаются именно этими проблемами. И на каждом из этих профессиональных врачебных сайтах есть страницы, посвященные именно непосредственно пациентам. Туда человек может зайти, прочитать, получить всю эту информацию и, соответственно, уже ориентироваться. Потому что действительно в интернете можно найти все, что угодно. Ну, то есть вы не против все-таки официальные сайты лучше почитать? Конечно, их нужно обязательно читать для самообразования. Артериальная гипертония и гипертоническая болезнь – это одно и то же, либо есть какая-то разница? Ну, я думаю, что для конкретного человека, для обывателя, да, это пусть будет одинаково. Для профессионалов это различные вещи. А для обывателя это вполне достаточно, чтобы это считалось одним и тем же. То есть это высокое давление, неважно за счет каких причин. Это уже дело врача разобраться, есть ли причины для повышения и какие они у данного конкретного человека. И, соответственно, на основании полученных результатов, там, различных исследований, функциональных, лабораторных исследований, тогда уже сориентироваться с окончательным диагнозом и правильным лечением. То есть это вот как раз тот случай, когда не нужна излишняя информация пациенту? Да, я думаю, что да, в этом ситуации да. Хорошо. Мы с вами уже говорили о том, что симптомы гипертонической болезни могут быть в течение, наверное, скольких-то даже лет неизвестны самому пациенту. Он может их просто не замечать, принимать эти проявления из-за усталости и так далее. Ну, правильно ли, что все-таки вот головная боль – это один из симптомов? Вообще, самая большая проблема гипертонии – это отсутствие каких-либо симптомов у человека. Есть просто факт повышения давления. Он может не сопровождаться ни головными болями, ни головокружением, ни какой-то тошнотой, ни усталостью, там, утомляемостью повышенной. Просто чуть-чуть повышено артериальное давление. И вся самая большая проблема артериальной гипертонии – это вот развитие мозговых инсультов, инфаркта, миокарда. Самая большая группа людей, которые заболевают серьезными уже проблемами, да, осложнения, которые имеют, это пациенты с незначительно повышенным артериальным давлением. То есть, если мы считаем за нормальные цифры то, что ниже 140 и 90, вот те, которые имеют давление 145-150 на 90-95, в этой среде мы получаем максимальное количество инсультов, инфарктов. Это те люди, которые ничего не ощущают, ни к кому не обращаются. Ну, дай Бог, если когда-то придут кому-то в гости и померят давление, просто узнают и скажут, ну, вот, надо, наверное, отдохнуть. Вот среди этих людей, к сожалению, мы получаем максимальное количество осложнений. По поводу головной боли все-таки хочу сейчас вместе с вами посмотреть, что думают по этому поводу жители города Самары. Давайте узнаем. У меня вообще голова не болит. Ну, а вдруг, если заболит? Ну, если заболит, то я лягу, полежу, она пройдет. Ну, к врачам не обращаешься? Нет. А, допустим, знаешь, от чего она у тебя обычно болит? Ну, да, там от усталости, от перенапряжения, да и все. Болит редко. Для того, чтобы не болела голова, нужно меньше общаться с дураками. Ну, а вдруг, если заболела, что делать? Нужно выйти на улицу, погулять. Вот. Прекрасно действуют в этом случае прогулки, которые совершаются в вечернее время суток. Вот. Ну, и вести здоровый образ жизни. Ну, достаточно часто болит. Я в основном пью аспирин. А почему именно эту таблетку? Вдруг у тебя от чего-то другого болит голова? Ну, не знаю. Аспирин дома есть, пью его. Скажи, пожалуйста, а к врачам ты не обращаешься, когда у тебя голова болит? Нет. А почему? Ну, потому что в основном она от давления болит. Я знаю, с чего она болит. Если сильно болит, принимаю цитрамон. Ну, а вы знаете, почему она у вас болит? От приутомления. Цитрамон – это наименее вредное лекарство. Там растительные компоненты в основном, а также кофеин. Ну, если с давлением связано, то таблетки от давления. А бывает, если на погоду. Ну, в принципе, практически ничего не делаю. Ну, как таблетки. То есть, если вдруг заболит голова к врачам, вы не обращаетесь? Ну, если я конкретно. Конкретно я нет. Часто болит. Ну, давление. Что делаю? На воздухе. Лекарства, таблетки принимаю. Ну, а вот если заболит голова, к врачам обращаетесь или уже знаю? Нет, не обращаюсь. Мы сами уже все знаем, что принимать, какие меры и какие лекарства. А если вдруг заболит? Ну, если сильно заболит, то уже цитрамон пил. Ну, то есть, к врачам не обращаетесь? Нет. Если бы она у меня часто болела, то, возможно, я бы обратилась. Хорошее настроение всегда помогает. Интересный рецепт можно иногда услышать от горожан, да, насчет того, чтобы не общаться с дураками. Наверное, да. Рецепт хороший. Ну, тем не менее, из опроса многие из тех, кто отвечал, они сказали, ну, если это связано с давлением, то есть как-то так или иначе предполагают, да, люди. А вот интересно то, что среди отвечавших были люди разного возраста, и про давление-то все они говорили. Все-таки болезнь ли возраста сегодня артериальная гипертония? Ну, здесь, наверное, не совсем уже болезнь возраста, потому что сейчас на самом деле высокое давление – это, по сути дела, эпидемия среди детей. И, ну, вот если взять даже наше время, когда я был ребенком, да, то есть мы занимались спортом, очень много проводили времени на открытом воздухе, то есть были достаточно динамичные. Сейчас дети менее динамичные, гораздо большее количество людей имеет избыточный вес. Я вот буквально недавно знакомился со статистикой, правда, это американская статистика, вот у них на начало девятисотых годов, то есть сто лет назад, да, было порядка пяти процентов населения с избыточной массой тела. Сейчас уже больше тридцати. И максимальное количество это среди детей. То же самое, в принципе, у нас чуть-чуть лучше ситуация. Но получше. Получше ситуация, да, кто был в Америке, тот знает, да. Но на самом деле у нас тоже серьезный сдвиг в этом плане произошел, и гипертония у детей это сейчас не редкость, к сожалению. И за этим должны следить родители в первую очередь. А как разобраться все-таки, если люди начнут таки измерять себе давление, вот как разобраться особенно с верхним пределом, нижним пределом? И здесь же должны быть разные показатели в зависимости от возраста? Нет, никаких возрастных показателей нет. Мы не будем касаться детской гипертонии, потому что там достаточно сложно, да, это все объясняется. Там есть специальные, вот именно для каждого возраста, для каждого пола свои цифры для возрастных групп. Там свои цифры. То есть где-то лет с 20 можно уже... С 18 лет уже идет, соответственно, да, один показатель нормального давления. Один показатель, то есть у человека давление должно быть ниже 140 и 90 миллиметров ртутного столба. То есть вот это является выше этого. Это уже речь идет об избыточном давлении. И, соответственно, необходимо наблюдать за человеком, необходимо серийно измерять давление. Если в течение нескольких измерений, в течение нескольких недель мы получаем одинаковые цифры, высокие цифры, то мы можем говорить, что у человека гипертоническая болезнь. 140 на 90 – это нормальное давление? Еще раз хочу сказать. Нет, 140 на 90 – это уже высокое давление, это уже гипертония. А нормальное? Давление 120 на 80. Вот, 120 на 80. От чего зависит, повышается ли верхний предел или нижний? Вы имеете в виду систолический или диастолический? Это также зависит от состояния сосудистой стенки, от того, как есть ли изменения со стороны почек, допустим, со стороны других органов. Ну, как правило, у взрослого человека, старше 18 лет, мы говорим всегда, повышается и то, и другое давление, то есть не бывает изолированного повышения. Изолированное повышение только систолического давления бывает исключительно у пациентов старшего возрастной группы, то есть обычно старше 75-80 лет. Итак, все-таки диагностика. Как правильно диагностировать и как вы ставите диагноз на основании… Ну, наверное же, может от чего-то так разово просто повысится давление, и это не будет являться еще началом гипертонии? Нет, конечно же. Разовое повышение давления – это абсолютно нормальная ситуация, да? То есть давление вообще – это динамичный показатель. Если человек волнуется, если он выполняет какую-то физическую нагрузку, давление повышается. И повышаться может очень существенно, значительно, и больше 200 систолических давлений может повышаться. Это зависит от уровня той нагрузки, которую человек выполняет. Ну, например, подъем тяжести, да, там штанги или еще что-то такое, бежать надо очень быстро или там испугается. Или другая, например, ситуация, когда человек отдыхает, да, когда спит, давление снижается. Это нормальная физиологическая реакция, когда давление ночью снижается в пределах 20% у человека. Это хорошо. Но вместе с тем, для человека, который именно страдает гипертонической болезнью, у него вот эти цифры, то есть выше 140 и 90, они остаются стабильными на определенном промежутке времени. То есть в среднем это больше 30% всех измерений за сутки. То есть если вот такие цифры уже есть у человека, то у него стабильно повышенное артериальное давление, то и может идти речь о том, что это действительно гипертоническая болезнь. А там дальше уже идет вход обычной алгоритмы схемы обследования пациента, когда четко прописано, когда какие анализы нужно выполнять, какие исследования делать. И если есть подозрения на какие-то другие причины заболевания, которые, ведь не только может быть просто гипертоническая болезнь у человека, а может быть повышение давления связано с различными причинами, с другими заболеваниями и не только сердечно-сосудистой системы. Вот в этих случаях есть опять же свой алгоритм обследования, который должен выдержаться, и тогда мы докопаемся до истины. В России примерно 40% взрослого населения имеет повышенный уровень артериального давления. При этом знают о наличии у них заболевания около 37% мужчин и 58% женщин, а лечится и того меньше. Должным образом контролируют свое артериальное давление лишь 6% мужчин и 18% женщин. К факторам риска гипертонической болезни относятся нервно-психическое перенапряжение, малоподвижный образ жизни, избыточный вес, курение, злоупотребление алкоголем. Многие из этих факторов могут стать пусковым механизмом не только гипертонической болезни, но также атеросклероза и ишемической болезни сердца. Беда нашей цивилизации и больших городов в том, что большинство людей с наследственной предрасположенностью гипертензии автоматически попадают в группы высокого риска. Ведь практически любой житель города ведет малоподвижный образ жизни. Только одна деталь – минимальное расстояние, которое должен проходить человек за день – около 6 километров. В условиях городской жизни это нереальная цифра. А что касается нервного напряжения, то от него не избавлен ни один современный человек. Даже здоровые люди часто жалуются на боль в сердце и плохое самочувствие. Что уж говорить о тех, кто реально несет в себе генетическую предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям. Вывод из этого простой и не новый. Если вы знаете, что в вашей семье кто-то страдает гипертонией, проходите регулярные осмотры у кардиолога. И уж точно всем стоит задуматься о том, как помочь своему сердцу справляться с условиями жизни в большом городе. Что такое гипертонический криз? Это избыточное повышение артериального давления, которое в данной ситуации сопровождается всегда симптомами. Появляется его окружение, головная боль, тошнота, может быть рвота, может быть признаки мозговой недостаточности. То есть это вообще проявление этого. И соответственно тогда человек уже вынужден, по сути дела, обращаться за медицинской помощью. А насколько это опасное состояние? Конечно же, это гораздо опаснее, чем просто иметь высокие цифры артериального давления. Поскольку на фоне гипертонического криза гораздо чаще развиваются мозговые инсульты и инфаркты. У нас есть некоторые картинки, которые, может быть, сделают более, вот сейчас мы их можем видеть, сделают, может быть, более понятным то, о чем мы говорим. А каким образом вот это повышенное давление провоцирует уже действительно серьезные последствия? Вот мы говорили о том, что инфаркт, инсульт и так далее. Почему? Ну, во-первых, есть вероятность того, что человек имеет циатеросклеротический процесс. Вот, кстати, здесь показана мальформация сосудистая, так называемая, анавризма, которая в головном мозгу и которая может разорваться при повышении артериального давления. Это происходит как раз от того, что давление долгое время повышенное? Слишком высокое давление, оно может разорваться и, соответственно, привести к мозговым катастрофам, то есть кровозлиянию в мозг, в первую очередь. Вот, а может быть другая ситуация, когда у человека есть атеросклеротическая бляшка, да, то есть с возрастом у всех у нас есть вероятность развития атеросклероза, это атеросклеротические бляшки, которые суживают просвет сосуда, и при повышении давления, соответственно, происходит обеднение кровотока ниже лежащих отделов, тогда может развиться либо инфаркт миокарда, либо ишемический инсульт у человека. То есть мы сейчас говорим, в общем-то, о том, что может произойти, если эту болезнь не лечить, правильно? Ну, а разве гипертония излечима? Как и все в человеческой жизни, наверное, она неизлечима в связи с тем, что человек не хочет этим заниматься. Гипертония – это считается болезнью цивилизации, да, то есть гораздо, если взять более древние этапы развития человека, тогда было гораздо меньше людей с высоким давлением. И то это были люди, которые имели достаточно высокий уровень жизни. Чем выше уровень жизни, чем меньше двигательная активность человека, чем больше человек употребляет в пищу неадекватных продуктов, которые ему не положены по генетическим всем законам, эволюция, тем больше риск развития всех вот этих осложнений. К сожалению, это так и происходит. А является ли гипертония наследственной? Гипертония всегда наследственная, но это заболевание, у которого нельзя выделить какой-то один конкретный ген и его, скажем так, создать какую-то вакцину против этого гена или там скорректировать в организме. Это полигенное заболевание, то есть большое количество генов в организме человека может отвечать за развитие высокого давления. Поэтому скорректировать на генетическом уровне это невозможно. Вы говорили уже о том, что с возрастом сосуды теряют эластичность, и это одна из причин. Но, наверное, не единственная и, наверное, далеко не единственная, либо я ошибаюсь. Все-таки что можно считать факторами риска? Факторами риска является наличие, в первую очередь, курения, сахарного диабета, это гиперхолестериномия, так называемый, то есть высокий уровень холестерина в крови, избыток липидов в крови, которые откладываются в сосудистой стенке. Вот это вот основные причины, которые могут приводить к изменению сосудистой стенки. В общем, курение может способствовать этому так же? На самом деле не очень понятно. Ну, во-первых, там содержатся очень агрессивные вещества, которые просто-напросто разрушают сосудистую стенку. Они улучшают ее проницаемость. Соответственно, тот же самый холестерин, который находится в сосудистом русле, он гораздо легче проникает в сосудистую стенку, когда она нарушена. Ну, хорошо. Можно просто любому человеку, ну, относительно некурящему, лучше, конечно, некурящему, сделать такой опыт. Померить давление у себя, потом выкурить сигарету, через 5 минут померить давление. Поверьте. Мне кажется, более красноречивых фактов привести нельзя. Минимум 5 миллиметров ртутного столба будет изменение артериального давления. Да, если учитывать, что человек не один раз в день, наверное, курит, да, то... Вот те пациенты, которые курят, есть методика суточного измерения артериального давления. Вот если они отмечают момент, когда они курят, то на записи очень четко видно все эти пики. А как влияет заболевание почек также на появление гипертонической болезни? Какая здесь связь? Очень часто говорят, что вот сразу нужно проверить почки и так далее. Ну, это, что называется, дань прошлому, в первую очередь, потому что в свое время гипертония, это еще было 18-19, начало 19 века, гипертония всегда считалась именно следствием заболевания почек. Тогда была такая теория, она действительно имеет место на жизнь, но на сегодняшний момент времени среди гипертоников, вот, людей, у которых причиной повышения давления является заболевание почек, их не больше 5%, то есть не так много. Все остальное, ну, за еще небольшим исключением, еще за исключением 5-10 максимум процентов, это заболевание первичной, так называемой, социальной гипертонии, то есть, которое не связано с поражением каких-то органов, в том числе и почек. И для человека, у которого есть изменения со стороны почек, необходимо сделать просто один анализ, причем это не ультразвуковое исследование почек, это нужно оценить уровень креатинина и рассчитать так называемую скорость клубочковой фильтрации. Специалисты это знают, это легко очень считается. В принципе, любой человек может это найти в интернете, эти калькуляторы есть. Если он ниже определенного уровня, то это может быть связано с, приводить к повышению артериального давления. Жареное, острое, соленое, естественно, является поводом получить массу различных заболеваний, все это знают. Но почему в связи с гипертонией всегда делается большой акцент на соли, чрезмерное потребление соли? Здесь тоже все очень просто. Достаточно, потому что те данные, которые имеются у врачей, говорят о том, что люди, которые употребляют избыточное количество соли, это натрий хлор, это то, что привносит в сосудистую русло жидкость. Если мы поедем что-то соленое, нам хочется пить, да? Соответственно, куда попадает жидкость? Жидкость пропадает в кровяное русло. Если у вас было 5 литров крови, осталось 6 литров крови. Сердце тяжелее перекачивает, давление нужно повышать. Все закономерно. И поэтому те люди, которые злоупотребляют соленым, люди, которые, соответственно, злоупотребляют объемами жидкости, ну, допустим, пива, например, не лимонад, разумеется, лимонад много не выпьешь, а пиво люди пьют в достаточно больших объемах. Вот это как раз и приводит к такой объемной перегрузке и повышению артериального давления у человека. Ну, мне кажется, мы более-менее объяснили, поговорили, ну, а что делать-то все-таки, вот, как с этим жить? Как с этим жить? В 40-е годы в Соединенных Штатах была очень распространена, очень такая была, была распространена бестолевая диета для лечения гипертонической болезни. И мне приходилось общаться с специалистами, с американскими, которые, вот, историки, скажем так, медицины, историки кардиологии, и они показывали интересные презентации, как дама, там, допустим, с весом порядка, там, 150 килограмм, с высоченным артериальным давлением, 240, там, на 120 давление, вот в течение полугода без солевой рисовой диеты, это, конечно же, вот, издевательство, наверное, над человеком, да? Ужас. Ну, у нее давление абсолютно нормализовано, и, соответственно, масса тела тоже была абсолютно нормализована. То есть она не ела соли вообще практически? Вообще не ела, да. Но в любом случае, когда мы говорим, если уже серьезно говорить, да, сейчас никто такие методики, конечно, не будет применять в практике, поскольку есть лекарственные препараты, хотя, с другой стороны, на первом месте всегда стоит не медикаментозные методы коррекции. Если человек захочет, в большинстве случаев человек может существенно снизить у себя артериальное давление, бессолевая диета или гипосолевая диета, да, когда низкое содержание соли, не больше 5 грамм в сутки со всем содержимым того, что человек съедает. То есть с учетом соли, которая в хлебобулочных изделиях содержится и так далее, и тому подобное, да? Это первый момент. Потом обязательно физические нагрузки на человеческий организм привык генетически к физическим нагрузкам. Если ему не давать, будет однозначно повышаться давление, и плюс гиподинамия приводит к избыточному весу, да. Кроме этого, если есть у человека сахарный диабет, то уровень глюкозы крови должен быть абсолютно компенсированный. Для этого тоже существуют свои методы. И вот если немедикаментозные подходы, те люди, которые занимаются вот именно собой, они существенно снижают давление. То есть в пределах 10-15 миллиметров ртутного столба все вот эти немедикаментозные методы, они позволяют снизить давление без лекарственных препаратов. Но, к сожалению, только лишь 15-20% людей могут в себе что-то подобное выработать. Это нужно поменять полностью весь образ жизни свой и взяться за себя. Но это действительно может помочь. Человек должен понять, что это может ему помочь. Хотя прекрасно мы все понимаем, что современному человеку с современным ритмом жизни перестроиться и уехать куда-то, медитировать на острова, это маловероятно. Но есть, опять же, повторюсь, методы достаточно простые. Ну а те, которые все-таки шуповают на исключительно лекарственные препараты, нужно помнить, что не существует курсового лечения артериальной гипертонии. Если человек начинает принимать лекарственные препараты, это пожизненно. Я думаю, что, наверное, про лекарственные препараты сегодня говорить нам бессмысленно, потому что выбор их все-таки дело специалиста, назначать себе институт. Но есть просто некоторые моменты, которые я бы хотел бы сказать. То есть, однозначно, курсового лечения не существует. Человек, если начинает принимать лекарственные препараты, это пожизненно. Это на всю жизнь. Это первый момент. Второй момент. Давление каждый человек должен контролировать у себя сам. И лучше контролировать два раза в день и записывать его, чтобы, когда вы приходите на контрольный визит к врачу, вы просто могли показать, что с вами творилось, с вашим давлением творилось в последние месяцы. Это второй момент. Ну и третий момент. Существует общая такая мысль, общечеловеческая, что лекарственные препараты, они разрушают печень, почки и все прочие органы. И лучше уж ничего не пить, чем вот... На самом деле, те люди, которые придерживаются, к сожалению, вот этой стратегии, они в первую очередь заболевают инсультами, инфарктами, и потом они начинают принимать лекарственные препараты. Но не до того, как это случилось, а после того, когда они просто уже не могут это не принимать. Спасибо большое за все рекомендации. Неизлечимо, но не смертельно. Это не так сложно ограничить потребление соли, спиртного, как можно больше двигаться, в общем, вести здоровый образ жизни, чтобы, согласно восточной пословице, умереть молодым, и постараться, чтобы это произошло как можно позже. Будьте здоровы! Будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова